приветствую вас на канале g3 2023 год в самом разгаре игры становятся более требовательными комплектующие дорожают с каждым днем и в данном видео я продемонстрирую как оптимизировать видеокарту nvidia на примере игры world of tanks что даст нам более стабильный fps уменьшить плаги и на выходе можно будет получить более качественную картинку кто-то скажет что все статисты играют на минималках без всяких эффектов но лично мне и я уверен многим другим танкистам проводить время играя в танки с графикой уровня 2012 года не совсем комфортно когда попутно получаю удовольствие от геймплея можно наслаждаться качественной графикой данный способ подойдет исключительно если вы используете видеокарту от nvidia для начала нужно убедиться что у вас установлен самый последний драйвер nvidia с официального сайта ну что же приступим заходим в панель управления nvidia и убираем первый пункт регулировка параметров цвета для видео здесь обязательно ставим галочку настройки nvidia и в подпункте дополнительно выбираем полный динамический диапазон так как по умолчанию он у вас ограничен дальше параметры изображения для видео в новом драйвере половил появилось улучшение rtx так что тем владельцам у кого видеокарты rtx можете поэкспериментировать сама nvidia рекомендует ставить этот параметр на единицу но если у вас достаточно мощная видеокарта можно и поставить и 34 она за счет видеокарты повышает качество видео при просмотре потока видео того же youtube а также других ресурсов следующий пункт изменение разрешения соответственно здесь каждый выбирает максимально доступное разрешение своего монитора а также максимально доступную частоту обновления своего монитора если у вас 120 герц ставите 120 если 240 выбираете 240 ставите галочку на использование настройки nvidia выбираете максимальную выходную глубину цвета который у вас доступна то может быть 8 может быть 10 выбираете максимальный параметр а также полный динамический диапазон нажимаете применить и переходим к самому главному пункту который отвечает за отрисовку 3d содержимого называется он параметры 3d здесь самые главные настройки которые отвечают за отображение 3d содержимого и здесь я отдельно отмечу какие настройки использовать для ваших видеокарт причем выделю отдельно какие настройки ставить для слабых средних и мощных видеокарт соответственно и настройки будут разные если не хотите сильно заморачиваться можете просто провести ползунок производительность качество либо баланс тогда видеодрайвер сделает все за вас но не всегда будет лучше чем ручная настройка проверено лично мной на видеокартах серии 900 тысячные а также 3070 сразу хочу сказать что если у вас видеокарта уровне ниже чем gtx 960 то однозначно лучше ставить все на производительность а если выше то уже можно поиграться поднастроить учитывая что мы рассматриваем игру world of tanks она не такая уж и требовательная если у вас больше 4 гигабайт видеопамяти то можно конечно поднастроить все под себя управление параметрами 3d здесь как раз у нас и доступны те самые ручные настройки я не буду углубляться во все пункты управления можете сами почитать описание а покажу исключительно тем настройки которые были лично мной протестированы на протяжении длительного времени первый пункт это у нас анизотропная фильтрация отвечает за качество текстур на их четкость тем выше параметр тем выше качество текстур даданная функция не сильно влияет на производительность я рекомендую ставить на 16x даже если у вас видеокарта бюджетного класса следующий пункт вертикальный синхроимпульс как видим у нас здесь четыре преднастройки если у вас видеокарта слабенькая то оставляете все по умолчанию но если ваша видеокарта в игре выдает больше fps чем частота обновления экрана то соответственно выставляете включить либо быстро что это значит например у вас монитор 60 герц то соответственно видеокарта будет подготавливать вам только 60 кадров таким образом видеокарта не будет перегружаться и отрисовывать лишние кадры как допустим если у вас тот же 60 герцовый монитор а видеокарта будет выдавать 120 и более fps соответственно видеокарте надо подготовить в два раза больше кадров что увеличивает энергопотребление и нагрев моем случае с монитором в 2к и 144 герц настройка включена так как не в танках незачем отрисовывать больше кадров чем частота монитора gp рендеринга open jail здесь все просто выбираем свою видеокарту заранее подготовленные кадры позволяет видеокарте заранее подготовить кадры для отрисовки и это позволяет сделать картинку более плавной и качественной то есть более высокий fps ставим единичку для слабых и средних видеокарт но если у вас очень мощный процессор и очень мощная видеокарта можете поставить 2 3 и 4 у меня допустим 77 00 к и 3070 я ставлю один затенение фонового освещения это элемент улучшения внешнего вида здесь просто если у вас видеокарта слабенькая выбирайте производительность если видеокарта уровня 2070 и выше ставьте качество максимальная частота кадров и максимальная частота кадров нового приложения выбираем частоту своего экрана но допустим если ваша видеокарта выдает больше кадров чем ваш монитор например монитор 60 герц а в игре 120 fps то можете залочить и на 120 кадров только при этом увеличится нагрузка на видеокарту следующий пункт многокадровое сглаживание мф-а это сглаживание которое устраняет ступенчатое искажение если у вас видеокарта слабенькая однозначно выключаем но даже если у вас видеокарта среднего и высшего ценового диапазона при этом вы используете монитор разрешения больше чем 2к 4к допустим то включать данную настройку нет смысла так как разницу практически вы не заметите а нагрузка на видеокарту увеличивается существенно у меня этот параметр выключен следующий пункт потоковая оптимизация что это значит этот пункт позволяет разложить нагрузку равномерно на все процессорные ядра если у вас допустим процессор которого четыре и более физических ядер допустим там 6 ядер 6 ядер 6 потоков 8 потоков то однозначно включаете предпочтительная частота обновления независимо какая у вас видеокарта выбираем пункт помеченной nvidia высшая доступна режим низкой задержки данный пункт может быть не у всех а только у тех у кого монитор поддерживает функцию гасинг у вас игра будет отрисовываться максимально быстро насколько способен компьютер для эффективной игры рекомендую вам включить данную функцию режим электропитания можете включить режим максимальной производительности для видеокарты в данном случае ваша видеокарта будет тратить больше электричества но вы получите от видеокарты максимально возможная производительность главное следить за температурами сглаживание fx-a рекомендую данную настройку включить так как она делает картинку мягче и не так устают глаза но если видеокарта реально очень слабенькая однозначно отключаете сглаживание гамма коррекция работает в паре с функцией сглаживания fx-a и позволяет устранить мерцание и блики на различных объектах сглаживание режим оставляем однозначно управление от приложения технология монитора гасинг если у вас монитор поддерживает данную функцию однозначно включаете фильтрация текстур тут все просто если видеокарта у вас очень слабая ставите высокая производительность если слабая среднего ценового диапазона ставьте производительность либо качество если высокого диапазона однозначно ставьте высокое качество фильтрация текстур если видеокарта слабенькая то есть меньше там 4 гига видеопамяти ставите разрешить если видеокарта ну уровня до 20 80 30 70 30 60 то можете оставлять привязку данные настройки протестированы мной на протяжении длительного времени в игре в родов танкс видеокарта 970 10 50 ти 30 70 и они достаточно хорошо работают в любой момент вы однозначно можете восстановить все настройки по умолчанию и настроить заново по своему усмотрению надеюсь я максимально качественно смог пояснить по всем настройкам видеодрайвера которые лично я использую для вот что они делают для чего они нужны кто-то хочет больше фпс кто-то более качественную картинку выбор всегда за вами если вам понравилось данное видео подписывайтесь на канал и удачного нагиба всем пока